Ати полна, что не вскалыхнется. Извилистая, спокойная речка Каменка и деревянная сцена на ней. Свой новый спектакль-перформанс «Театральное товарищество Завод» представит уже 11 июля. Подготовка идет полным ходом. Побудет царю служить, тот получит благородный покров мой. Кто пойдет против царя, найдет смерть в страшных муках. На этот раз команда театралов, отличающаяся постановками в самых необычных местах, подготовила спектакль, повествующий о нелегкой женской судьбе. История Соломонии Собуровой, рассказанная на Каменке, получила название «Мать София». Главная героиня – первая жена великого русского князя Василия III. После 20 лет брака государь развелся с Соломонией по причине бездетности и отправил в Свято-Покровский женский монастырь в Суздале. И я, царь, зато и сошла, что она понести не могла. А вот видишь, что доделась, стоял пень, да зацвел. Позже Соломония Собурова была канонизирована русской церковью в лике преподобных, как София Суздальская. Сам же Василий III женился во второй раз на Елене Глинской, от которой у него и родился первенец, известный всем по громкому имени Иван Грозный. И хотя сюжет начинается с исторического события, в центре смыслов здесь сам человек, его жизненные испытания, тяжесть и извилистость пути, которые он выбирает. Для нас самое главное – это познание любви, познание истинной любви, которая ничего не просит, но дает. Это принятие человеком любви вообще как данности. Поэтому это ни в коем случае не исторический спектакль, мы ни в коем случае не претендуем на факты, мы в целом говорим о любви. А любовь – это когда нет тебя, без остатков, а когда себя раздал. В создании этой истории сошлись звезды, считает автор пьесы Петр Зубарев. Спектакли, поставленные режиссером, идут на площадках Москвы, Томска, Абакана, Железногорска, Новосибирска и других городов. Теперь же его детище на сцене в Суздале. Поначалу собрать что-то новое и необычное было тяжело, признается драматург. Вдохновиться помогла история Святой Софии. У меня было очень мало времени, когда мне позвонили и предложили что-то поставить. Просто история именно вот этой личности, именно этого человека, настолько выстрелила в десятку, что я позвонил ответно и сказал, или мы делаем вот это, или мы делаем эту историю, или я просто не знаю, что мы делаем. И пьеса написалась просто на одном дыхании. Так это Кбассиан возразил ему, сказал, ты мне, недостойному, даешь такое вопрошение, какого я нигде в священном писании не встречал. Для меня в этой истории очень важна и очень ценна мысль о том, что не каждый может и не каждый должен идти хоженными тропами. То есть есть люди, которые протаптывают тропы свои. Перевоплотиться в святую. Эту задачу взяла на себя ведущая актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Наталья Кузнецова. Прежде чем вступить на сцену под именем своего персонажа, важно было получить благословение самой Софии в Покровском монастыре. Ну а как? Обязательно нужно было посетить это место и попросить разрешения у Софии. То есть ты волей-неволей соприкасаешься с чем-то таким, то, что невозможно объяснить, да, и это такой длительный путь, долгая дорога такая. Однако есть в спектакле еще одна главная роль – Самарика Каменка. Она же и символ, поведанный на сцене истории. Мы все время говорим «Вода, кровь Божия, вода, кровь Божия». И, конечно, вот эта вот декорация, в которой мы существуем, вот эта живая, которая наполнена звуками, эта вода льется, шумит, эти утки, которые плавают вокруг ковшинки. Ну вот, конечно, это сама жизнь. Впервые спектакль покажут уже 11 июля в 19.00. В этот день для всех гостей билет на площадку будет бесплатным. Попасть на него можно, приехав на территорию гостиничного комплекса в Суздале по адресу улица Коровники, 45. Показы картины «Мать София» состоятся также 14 июля, 1, 2, 10, 11, 14 и 21 августа. Маргарита Бычкова, Егор Никитюк, 6 канал.